Лето. Природа. Свежий воздух. Этой паре можно позавидовать. Они сбежали от мира на несколько дней, чтобы отдохнуть на полгода вперед. У них есть все для того, чтобы путешествие в объятии природы наполнилось яркими красками. Но радость наших туристов была недолгой. Колесниковы хорошо подготовились, отпросились с работы, запаслись продуктами, купили палатку, современную, красивую, новую. Но, к сожалению, не то. Кто же знал, что такая хорошая вещь с гарантией качества и документами может стать врагом для своих хозяев? Привет всем любителям чистого воздуха, зеленой травы и пения комаров. Меня зовут Александр, это программа «Советы туристов». Сегодня нашел цель разобраться в неожиданном вопросе и понять, почему палатка может испортить наш отдых и что сделать, чтобы этого не произошло. Итак, что же конкретно не понравилось Колесниковым? Они описали это емким словом «неудобно». В палатке мало места, мало карманов, негде переодеться, негде повесить вещи. Под утро в ней становится душно, а в дождь и вовсе все промокает. Пока семья Колесниковых ищут чек и пытаются вернуть свои деньги, я отправляюсь в магазин и выберу для них идеальную палатку. А вам заодно советую – внимать, внимать и еще раз внимать. Если вы хотите приобрести палатку, которая на природе заменит вам дом, то эта программа для вас. Сегодня мы расскажем, как с умом выбрать подходящую палатку и какие особенности вам необходимо учесть при ее покупке. Отправляемся в магазин. Прежде чем выбрать новую палатку для наших Колесниковых, пожалуй, стоит объяснить, почему их старая палатка не оправдала надежды. Нельзя говорить, что она некачественная, просто она создана для других целей. Старая палатка трекинговая, то есть предназначена для любителей пеших походов. Такая палатка не займет много места и не станет тяжелой ношей. Но если вы хотите поселиться в палатке на несколько дней, то вам нужна палатка для кемпинга. Среди кемпинговых палаток есть очень большие модели, но таскать с собой шатер вам будет неудобно. Так что, скорее всего, вам подойдет компактная кемпинг-палатка, вариант которой обладает всеми достоинствами большой палатки и в то же время подходит для двух-трех человек. Кемпинговых палаток в Краснодаре много, и все они имеют свои особенности. Какая палатка нужна именно вам, зависит от ваших запросов. Здесь можно запутаться. Очень много палаток, и все они нарядные. Но чтобы понять, какая из них не только нарядная, но и подходящая именно нам, предлагаю спросить кого-нибудь из местных. Олег, привет! Привет! Мне нужна палатка. Почему мы прибыли в специализированный магазин? Да потому что выбор в таких местах действительно огромный. Палатку можно подобрать по цене, по цвету, по вкусу и даже по запаху. Причем не самостоятельно, а с профессионалом. Итак, если бы мы несли палатку на себе, то мы бы ограничивались, например, такими небольшими, с минимумом комфорта, палатками. Соответственно, вот эта палатка, она в собранном виде, вот такая маленькая, и помещается в рюкзак. Если мы говорим о кемпинговой палатке, то это вот уже такой большой баул, который поедет в машине, который, естественно, в горы, например, мы не понесем. И эта палатка уже представляет из себя большой дом с комфортом и так далее. У каждой палатки есть свои характеристики. Поэтому сфокусируйте свой взгляд на том месте, где указаны основные данные. Учтите, они несут в себе ценную информацию. А что означают вот эти вот цифры? Каждый производитель здесь пишет в данном случае вместимость. Ну, вместимость, понятно, да, один, два человека. Тент, материал тента и водонепроницаемость. Отлично. Наши герои как раз мечтали о водонепроницаемой палатке. А если она еще и не будет тесной, то это вообще прекрасно. Плюсы – это, естественно, комфорт кемпинговой палатки. Вы можете поселиться семьей, родители в одной комнате, дети в другой комнате. У вас всегда есть свой навес, под который вы ставите столик. Плюс много различной фурнитуры используются всегда в кемпинговой палатке. Различные вешалочки, полочки, антимоскитные сетки. То есть можно полностью разложиться. Да, то есть это такой свой маленький мобильный домик, который вам дает возможность назвать его домом, а не таким убежищем, как палатка. Кажется, мы нашли идеальную палатку для колесниковых. Но не эту. Мы нашли почти такую, но дешевле. Итак, теперь мне все понятно. Кемпинг-палатка – это та же самая двухместная палатка, только с несколькими дополнительными опциями, с которыми ваш отдых будет более удобным. Я лично остановился на этой палатке, но, как говорится, одно мнение хорошо, а два мнения лучше. Прилагаю пообщаться с еще одним очень важным человеком. Знаете, это когда покупаешь автомобиль, то обязательно показываешь его своему знакомому, который постоянно копается в машинах, для того, чтобы он оценил все своим профессиональным взглядом. Так вот, мы нашли такого человека, который постоянно копается в палатках. Миш, привет! Саша, здравствуй! Слушай, мне нужна твоя помощь. Я уже начал собирать палатку, но у меня ничего не получается. Знакомьтесь, Михаил Таратонов – заядлый путешественник. Человек, который провел в палатках больше времени, чем в собственном доме. Знает о них абсолютно все. И как практик, и как теоретик. Что можно сказать о этой палатке, о этой модели? Качественная она, плохая, все плюсы, минусы? Ну, на мой взгляд, это хороший выбор для кемпингово-семейного отдыха с друзьями, с детьми. Допустим, поставить где-то на берегу моря, в горах, и длительное время находиться в ней. То есть два тамбура, два входа, москитные сетки, чтобы жильцов не покусало всякая гнус, комарики. Непромокаемый дно, непромокаемый тент, хорошая ветроустойчивость, крепкие дуги. Все, что нужно для комфортного пребывания длительный срок. Вердикт по палатке положительный. Выбор мы сделали верный. Но Михаил посоветовал улучшить нашу покупку. Можно приобрести в магазине специальные пропитки, водооталкивающие пропитать таким составом тент на палатке, повысив прочность ткани на разрыв и водооталкивающие свойства. Подведем промежуточный итог. И снаружи, и изнутри наша палатка соответствует всем необходимым требованиям. В этом нет никаких сомнений. Миш, большое спасибо тебе. Очень было приятно пообщаться. Очень интересно. Друзья, ну а мы нашли ту самую идеальную палатку для семьи Колесниковых. В ней они будут чувствовать себя самыми заядлыми туристами на свете. В магазине нам посоветовали выбрать именно эту палатку. Эксперт поделился всеми возможными секретами о ней. Но это всего лишь слова. Нужно проверить ее на практике. Как мне уже рассказали в магазине, плох кемпинг тот, который не сможет защитить тебя от продолжительного дождя. Поэтому да будет дождь. Не получилось. Ну тогда придется старым дедовским способом. Чтобы протестировать нашу палатку как следует, мы позвали парней из МЧС. Кому как не им устраивать экзамен туристическому инвентарю. Надеемся, наша палатка выдержит испытание. Итак, все роли мы распределили по-честному. Ребята делают дождь, я живу в палатке и смотрю, не протекает ли потолок. И, кстати, уважаемые туристы, если вы любите делать фото на свежем чистом воздухе, и у вас нет для этого специального приспособления, есть отличное решение. Селфи-палка. Сделан из натурального природного материала. Ну что же, начинаем тест. Страшно. Ну что ж, согласно техническому описанию, палатка должна выстоять. А если ливень? А если с градом? Сейчас проверим. Запускай! Вот это да! На улице идет дождь. Кстати, по прогнозу его не было, не передавали. И палатки сейчас сухо. Ничего не протекает, все идет в штатном режиме. Легкий дождик наша палатка выдержала. Но что, если придут суровые тучи? Чтобы максимально объективно оценить нашу покупку, добавим немного мощи. Давайте набор посильнее, друзья! Прошло уже ровно 10 минут нашего испытания и каких-то глобальных изменений пока я не вижу. Но мне кажется, что от такого напора либо треснут или лопнут швы, или сломаются дуги. Здесь палатки под напором такой сильной струи воды очень шумно. Я не знаю даже, как закончить этот тест. Наверное, придется мне выгнать ботинок с палатки, чтобы меня как-то поняли. Фу, ну наконец-то! Мне, кстати, очень сильно понравилось. И если я поеду в лес, я обязательно поеду именно такой палаткой. Несмотря на обильный летний дождь, внутри палатки сухо. Мокро только на земле под навесом. Но оно и понятно, ветром занесло. Зато вещи остались сухими. То есть, заносить их в палатку в случае дождя нет необходимости. Ребятам большое спасибо за дождь. Было круто, было весело. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Ну а мы отправляемся к палатке. Мне остается снять шляпу, надеть ботинок и поставить оценку «Отлично!». И самое время обрадовать семью Колесниковых, потому что мы для них нашли, мне кажется, идеальную кемпинговую палатку. В которой будет комфортно, удобно и самое главное – сухо. Мораль всей программы такова. Сначала нужно подумать. Собираетесь ли вы просто переночевать в этой палатке? Лезть на скалу или тихо, мирно жить в ней на опушке? И только после этого нужно идти в магазин, где придирчиво изучать все детали. Понятное дело, что эта палатка будет стоить немного дороже, чем палатка-малютка. Но зато, подумав на пару лет вперед, станет ясно. То, что чуть дороже сегодня – это намного дешевле завтра. Итак, если вы уже собрались в магазин за кемпинговой палаткой, напоминаем. Значение плотности тента должно быть не менее двух с половиной тысяч единиц. Пропитка должна быть качественной, а швы – герметичными. Не стесняйтесь больших габаритов. Чем просторнее палатка, тем удобнее там будет и встать в полный рост, и хорошенько выспаться. Не гонитесь за модой. Старые модели известных брендов ничем не хуже новых, но намного дешевле. Не бойтесь покупать палатки малоизвестных фирм. Главное, чтобы спецификация соответствовала действительности. Выбор сделан. Я считаю так, что лучше хорошей палатки может быть только, правильно, квартира в Сочи. Я пошел испытывать следующий туристический инвентарь. Благо, его много и мест на Кубани, где его можно применить, тоже достаточно. На сегодня все. Это была программа «Советы туристу». Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok